итак товарищи покатался я на боевые что-то понравилось ну большинство случаев не понравилось цена автомобиля был в этой будут легендарных нет троечка x-drive полный привод то 184 лошадь 200 метров метров цена по 3 миллиона лазерные фары которые добавляют к цене автомобиля 170 тысяч пакет м который двигатель автомобили 200000 который входит там урались накладки черный салон вот единственно удобное сидение по форме но она может и удобную но сама посадка машине удобно слишком в картинге жопы на полу из нее вылазишь как из статика понимать такое ощущение вот как бы как будто спал на раскладушке неудобно вставать неудобно вот тоже самое в этой боевые этот как не писали чудо драйв чудо драйва там не испытал эти разочарование вас каком а торжест турбина на это боевая не никаких проблем нет с турбинаторами там закисали штопы там как у фольксвагена бывают что нет много ездится на машине ну так я по вахте работаю я вообще по сути у меня нашли на выезд месяц рублей ездить месяц не ездить поэтому пробеги детские ну вообще чем больше ездите на машине тем больше сталкиваетесь с зарядом ну не знаю а что может насколько я знаю про турбины просто куртить ее надо просто все смотря какой двигатель выбираете если бензин то никаких рекомендаций особо и нет если дизель да рекомендуем немножко поддавать машине для одежды она это любит она для этого создана и вот как раз так и на дизеле если вы посмотрите проект там дома доработали до магазина то штоп может спросить да? бывает такое? там штоп, который открывает турбин серьезно? а он как из этого уже может снаружи вот снаружи интересно полный привод тут конечно мы шалить не будем но полный привод особо его и не почувствуется на асфальте не ну понятно наверное что-нибудь скользкое поворот какой-нибудь или без снега побольше на старт чуть-чуть задумывается нет? или просто не прогрелся нет бензин а дизель мы что так не делали нет? дизель крутящий момент больше если здесь 270 270 да то дизель 400 поэтому дизель не задумываясь начинает ехать а потом переключают в них а нельзя перепрошить чтобы без дата тут был? нет нет ну а на всех на всех на всех на всех на всех на северных а может это со скольки начинается? ну для всех по разному ну я не знаю кому-то 500 мало а кому то и 500 не сможет нажать Вот он до 5000 кинул, и потом с 5 стреляет, получается, да? И обороты, наверное, передача сразу, что 6.2 кидает, наверное, назад, да? Ну, здесь 8-ступенчатая коробка, да. Здесь полноценный автомат и трансформатор. Какой ZF, наверное, такой? Да так. Ну, хорошо, что не ефанский. Ну, было бы, немножко странно, ефанский автомобиль и ефанский автомобиль. Ну, на Volkswagen стоят же. А здесь вот. Volkswagen, это массовая. Угу. 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 А здесь, получается, вот, это как бы... А, это ЖК-приборка, да? Просто она так сделана. Или для ЖК? Или для ПСЕБДЖК, как бы, может быть, отлично. Ну, когда нажим. Потому что в июне будет выход. Угу. Так можно нажать? Да. Ух ты. Ух ты. Ух ты. Угу. 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 Орудие исполнение как называется? Эко-кожа же, понимаете? Эко-кожа? Кожа? Да. По ощущению это такое, как сказать, эко-кожа. Что-то я сейчас нажал, а он что-то не проехал. Наверное, что машина на полную привод. И это очень многих есть такое заблуждение, что когда застревают на полную привод. В любом случае, должен выехать машина на верт. Она на верт. В смысле, она момент не даёт на верт? А полный нет. Это искусственно всё дело. Сейчас снимаем удачный момент. Здесь полный привод X-Drive. В чём его, так скажем, особенность, то, что он постоянно перекидывает удачный момент с одной оси на другую до 100% своих возможностей. То есть он может заднюю оси отключить, переднюю оси отключить. И когда вы полностью уворачиваете, допустим, в радиальных условиях, мы сейчас, допустим, едем ровно. Можно раздаваться? Да, конечно. 60% назад идёт, 40% вперёд. Как только изменяются какие-то дорожные условия. Сейчас какая-то передача была, просто перебьёмся опять. Чтобы понимать. Да. Здесь так не видно. Я просто их за это вообще не вижу. Ну, сейчас вот на пятой. Наверное, была какая-нибудь четвёртая-пятая. Потому что вот, потом он пошёл, потом в следующую передачу, и мне пошёл, чтобы... Вот вы рассказываете про это какие-то. Постоянно переключается с одной оси на другую. И когда вы... Машина становится заднеприводной. В двух случаях. Это при превышении скорости 180 км в час. Ну, во-первых, уже без разницы, какого у вас привода на такой скорости. А во-вторых, это сделано для экономии топлива. А, ладно, понятно. И во-вторых, когда вы колёса, допустим, полностью выкручиваете, в одну и другую сторону, поддача момента по максимуму снимается с передней оси. Чтоб привод не порвался. У-у-у. У-у-у. Это принижается просто, в этот момент был. Ну, вот, например, выворачиваешь, например. Ну, бах, например, что-то не угадал, например. Видишь, летит машинка. Газ нажал, чтобы так вытешь с поворота. Она, может, не пройти, да? Нет, она не то, что не пойдёт, но она пойдёт. Ну, просто не так крезво, как пройдёт. Вот, я говорю, можно, так сказать, не рассчитать, да? Ну, вот, например, передний прил уже даванул, он пошёл уже в кофе. Да, тут всё будет зависеть, на самом деле. Вот... Сила нажаться подальше? Да. Отпустили. Если я в полосу нажму, она, если всё на заднюю ось кинет... Она подъедет. Не попрёт, да? Понятно. А температура где? Температура где? Температура где? Да. А, вот. А вот это масло? Серьёзно? Это не антифриз? Это масло что-то? Да. А где антифриз или вообще нет? Нет. Здесь нет. Ну, в смысле, самый интерес есть, но температура... Ага. Интересно. Ну, только масло температура, да? Вот это правильно. Какая же температура масло? Ну, до масло не дойдёт никогда. А вот это сколько? Рабочая. Рабочая. Вообще, у них идёт 110. Ммм. Ну, вообще, получается, я сможешь ещё сдавать? Да, да. Ну, вот на 100, два моста можете... Интересно. Так, на задней колонете я чуть-чуть так тормозу, что поройду. Пойду. Нет, не видится. То есть, вы знаете, как его тормозить. Например, в аджексной ситуации надо остановиться. Ты думаешь остановилась, а она машина остановилась. Так, получается, у нас лифте 70 ньютонов, 183 лошади. 184 лошади. 184 лошади. Полный период, помню. А если бы была на моноприводе, она бы, как сказать, квадрее была? Ну, разница в разгоне отличается. Там, в 0.2 у них буквально. У полного меньше, да? У полного привода меньше. Вот из-за потери на тренинг. Ну, прыжок с места интереснее. А, ну это понятно. Уж полный привод. Так, и какой тренинг у нас, я бы сказал, 3 или 2? Именно вот этот автомобиль. 2 900 169. Ну, практически 3. Подвеска у нас такая. Собранная. Жестенькая. Ну, как, такая вот, как сказать, упругая. Ну, да. Блин. Блин. Вместо, конечно. Этот автомат ZF восьмиступенчатый. Обладает очень большим затупом ходом. На скоростях 50 нажимаешь педаль в пол, просто в пол. Происходит ровная секунда, если даже не полтора секунды затупа. Потом идет ускорение. Потом снова где-то на полсекунды затуп и еще больше ускорения. Какое-то даже непрогнозируемое. Какое-то, я не знаю, как, какое-то неловина. Как-то там такие потоки непредсказуемые. Ну, машина так неудобно управлять. Если кому-то такое нравится, должно быть плавное, мощное ускорение, как у любого турбомотора. Выяснилось такие вещи, что, оказывается, очень большие проблемы у BMW с турбинами. Закисают у них штоки, актуаторы, как мне сказали. Понимаете? Я говорю, как они закисают? Ну вот, надо ее крутить, вертеть, и будут свайки. Особенно это большая проблема у дизелей. Бензиновые еще более-менее, говорит, а у дизеля вообще киснут у нас. Я говорю, в смысле, как у вас может закисать шток, который просто двигает переписной клапан? Может, закисает переписной клапан у вас в горящей части турбины? Нет, именно шток у нас закисает. Я говорю, как? Он говорит, не знаю, как. Ну, получается, если у вас закисает шток, значит, у вас неправильный материал изготовления этого штока, штока и флажка клапана. Значит, идет окисление, ржавение, не выдерживает температуры, сырость, там что? Работать над этим, потому что цены на турбины, они огромные же. Тем более у дилеров. Тем более на BMW, которые стоят 3 миллиона, на которых кататься, стоят 3 миллиона рублей. Что еще мне не понравилось? Местами материалы очень хорошие у BMW, 3 миллиона рублей, трешка. А местами полнейший дешман. Дешман. Понимаете? Ну, вот подрулевые лепестки, дешман, у тойоты получше бывает. Монохромные машины стоят 3 миллиона рублей. Это в прошлом году, вернее, в 19-м году она обновилась. А вот, понимаете, вот что такое меню климата. Цветное все. А у них монохромные, представляете? Приборка тоже не ЖК, а псевдо-ЖК. Единственное, что там хорошее было, то что они ушли от того, что у них на приборке не отображается индикация моторного, ой, индикация охлаждающей жидкости, а только индикация температуры моторного масла. Вот это вот понравилось. Ну и расходы 12 литров по городу. То, что она полноприводная, это просто чуть-чуть улучшает ее динамические характеристики. Ну, на бездорожье все это бесполезно. И такой нюанс, что понимаете, вот там был только случай, я руль вывернул, надо было выезжать на дорогу, слева шла машина. Я нажал газ, а машина не пошла, просто не пошла. Она, смотрю, две тысячи оборотов, две с половиной тысячи оборотов, а ускорения нет. Я спросил менеджера, а что такое? Ну, на вывернутых колесах полный привод не едет. Ну, как так? А если какая-то странная ситуация? Пока она будет дымать, уже в бочную прилетит. Короче, какое-то разрешение в этой машине. Я посмотрел еще там у них четверку BMW. На руле резиновые переключатели. Резиновые, ребята, резиновые. Ну, что за ерунда? Что за дешман? Ну, единственное, что еще понравилось, он как обогрел руля, прямо на руле так нажал, отключил все. А так, ну, нравится вам эти понты? Как он сказал, BMW это штучные экземпляры, а Volkswagen это массовое производство. Ну, понимаете, нам на массу, потому что людям это нравится. А BMW это просто понты. Понты за большие деньги. Никакого драйва нет. Может, там на более мощных моторах что-то меняется, но если она там такой же затуп и непредсказуемость в управлении, то ничего хорошего там нету. Мне BMW не понравилось. Даром. Дарите, покупать никогда не куплю. У бизнес-канал ставьте лайки. До свидания. До свидания. До свидания.